Дома не сидится. Почему некоторые жители нарушают режим самоизоляции? И какое наказание им за это может грозить? Специалисты озвучили даты вскрытия рек Якутии. Когда ждать начала ледохода в Ленске? Обошлось без жертв. В Мирлинском районе за одни сутки произошло три пожара. Ситуация с коронавирусом в Якутии напряженная. Так охарактеризовал нынешнюю обстановку в республике ее глава Айсен Николаев. На сегодня в Якутии зарегистрировано еще четыре случая заболевания COVID-19. Первый больной выявлен в Нерюнгре. Два случая в Якутске и еще один в Алдане. Это сотрудник обсерватора. По-прежнему два пожилых пациента с COVID-19 в Якутске находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи борются за их жизнь. Один пациент 23 апреля выписан из больницы. Также Айсен Николаев прокомментировал ситуацию на Чаидинском месторождении, где находятся 23 человека, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Хочу подчеркнуть, что по Чаидинскому месторождению все анализы отобраны. Сейчас самолет вылетел обратно. И будут в лабораториях Москвы и Санкт-Петербурга почти 10 тысяч анализов за несколько дней сделаны. И мы к выходным получим полную картину по ситуации на Чаидинском месторождении. В эти дни на борьбу с опасной инфекцией в республику поступили 383 миллиона рублей. На эти деньги дополнительным оборудованием оснастят медицинские учреждения Якутии. Также дополнительные выплаты из федерального бюджета получат более 200 врачей республики. Сегодня по всей Якутии действует режим самоизоляции. Несмотря на призывы властей, многие не желают сидеть дома. Часто можно видеть, как по улице, например, гуляют мамочки с детьми. Также зачастую нарушают режим и те, кто недавно вернулся из других регионов страны. Кто контролирует их и что грозит за нарушение режима, узнавали наши корреспонденты. С трапа самолета прямиком на самоизоляцию. Забрать чемодан и домой. Даже в магазин заехать нельзя. Строго и непривычно. Но сегодня это главная мера безопасности в регионе против распространения нового коронавируса. Каждый рейс, прибывающий в аэропорт города Мирного или города Полярный, ну, города Удачный аэропорт Полярный, встречают представителей Роспотребнадзора и транспортной полиции. На борту самолета каждый прибывающий гражданин заполняет анкету, в которой указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, куда он прибывает, место работы. И по данным этих анкет составляются списки, которые потом передаются и в администрации поселений, и работодателям, которые указаны в анкетах этих людей. Один из тех, кто коротает 14-дневный карантин дома – Денис Передонов. Как и всем прибывшим в регион, покидать жилье ему запрещается по предписанию Роспотребнадзора. Чтобы не подвергать опасности здоровью родных и близких людей, я принял решение о самоизоляции, самоизолировался на две недели. Поэтому советую всем, кто оказался в такой же ситуации, поступать так же. Контролируют самоизолированных работодатели, полицейские и администрация поселений. В Мирненском комбинате на карантине 48 человек. На предприятии сотрудников поддерживают. Тех, кто в строю, призывают соблюдать меры безопасности. Если не для себя, то ради коллег. Если какой-то один из работников принесет вирус на работу, это пойдет цепная реакция, и предприятия будут закрываться. Людей будут отправлять вынужденные простои на две трети тарифы, люди будут терять их за плате. Вот об этом, к сожалению, не все у нас сегодня думают. По предписанию Роспотребнадзора на карантине в Мирненском районе более 700 человек. 420 в Мирном. К сожалению, режим соблюдают не все. Гражданин прилетел в город Мирный, Роспотребнадзором вынесено на постановление и ручено под личную росту данного гражданина. Он, тем не менее, понимая, осознавая, нарушил, так скажем, ушел самовольно из обсерватора. Далее он был установлен, где находится, и составлен протокол, собрал материал в полном объеме, согласно действующего законодательства. В республике уже есть печальные последствия таких нарушений. В Алдане мужчина не стал отсиживаться дома и за несколько дней заразил 36 человек. В Якутске, в Мархе от женщины, нарушившей карантин, заболели 7 человек. Не меньше и тех, кто в разгар пандемии праздно шатается по улицам. Только в Мирном за сутки составлено 12 актов о нарушении режима обязательной самоизоляции. Сотрудники полиции во всех городах региона пока обходятся предупреждением. На сегодняшний день введен режим повышенной готовности на территории сплюхи Сака-Якутия. О мерах в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, да, как известно. Но, однако, граждане Ленского района и города Ленска, к сожалению, данный режим не соблюдают. Праздно гуляют у нас по улицам дети, родители, мамочки с колясками, люди и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть люди, которые не задействованы на работе, будут составляться административным протоколом согласно статье 20.6.1 КУАП РФ. То же самое, большие штрафы до 300 тысяч рублей. Между тем в Якутии стали регистрировать внутренние случаи заболеваний. Люди подхватывают вирус в ранее безопасных местах – в магазинах, транспорте, в гостях у знакомых. Поэтому сейчас очень важно находиться дома и не выходить без нужды. Ивана Филиппова, Анна Брянская, Ксения Исламова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». 1728 новых тестов на выявление COVID-19 получила иммунологическая лаборатория Миринского ЦРБ. Анализы на новый коронавирус там проводят с 7 апреля. Сначала их делали на тест-системах, разработанных Новосибирским центром вирусологии «Вектор». 10 апреля Алроса передала почти 7 тысяч экспресс-тестов новой системы на COVID-19 в лабораторию Якутска. 16 апреля их получили в Мирном. Новые тесты, так же как и тесты «Вектор», так же выполняются методом ПЦР, то есть в основе лежит полимеразно-цепная реакция. Но преимущество этих тестов в том, что у них значительно уменьшено время для выделения материала. Естественно, в связи с этим уменьшается время на проведение самого теста. Также для этих тестов можно использовать имеющееся у нас оборудование. И все это способствует больше производительности выполненных анализов за день. Медики не устают повторять «В эти дни сидите дома». Только так мы общими усилиями можем остановить пандемию. В Мирном в поддержку этого стартовала акция «Сидим дома». Ее запустила Алроса по всему району. Волонтеры начали раздавать жителям наклейки с призывом «Мы выбираем самоизоляцию». Первыми ее участниками стали работники Алроса, которые сидят на дому. Своим примером они показывают, какая важная задача сейчас стоит перед каждым жителем страны. В руках дезинфицирующее средство и наклейка с призывом «Мы выбираем самоизоляцию». Такие раздают тем, кто решил принять участие в акции «Сидим дома». Первыми ее поддержали работники Алроса, недавно вернувшиеся из других регионов. Наталья Барбасоева на днях вернулась из отпуска. Своим примером хочет показать. Сегодня самое главное – соблюдать самоизоляцию и отнестись к ней не как к наказанию, а как к мере, которая поможет уберечь многих от пандемии коронавируса. Как проходит самоизоляция у вас? Соблюдаем. Никуда не ходят, сидим дома. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте. В Мирненском районе на самоизоляции находится около 700 человек. Из них половина в Мирном. Андрей Кулагин недавно вернулся из Новосибирска. Зная о правилах «За порог пока не ногой», находится дома со всей семьей. К чему призывают и всех остальных жителей. Должна быть самодисциплина. Если мы каждый будем, допустим, каждый о себе будет вот так вот думать, не только о себе, надо же о людях думать. Нельзя быть эгоистами, только о себе думать. Вот тогда у нас и всё пройдёт. Поэтому здесь-то всё зависит от нас, от людей, от кого ещё это зависит. Поэтому мы выбираем самоизоляцию. И здесь постыдного ничего здесь нет. Присоединиться к акции могут жители Мирного, Айхала и Удачного. Для этого нужно обратиться в колл-центр волонтёрского корпуса «Алроса» и оставить заявку. Подобную наклейку доставят вам на дом. Также волонтёры готовы по заявкам, например, вынести мусор, доставить продукты или лекарства. Здесь я хочу отметить, что мы принимаем заявки от всех, кто находится и на больничных листах, от жителей более старшего поколения, от 60 лет и от людей, которые ответственно соблюдают режим самоизоляции. К нам можно обратиться по номерам телефонов. Это в единый колл-центр 8 800 250 53 30. И штаб районного движения «Волонтёрский» это 20 970. Сегодня, чтобы не усугубить ситуацию с пандемией, не нужно быть героем. Достаточно просто понять. Сейчас общий успех борьбы с коронавирусом в руках каждого. Для этого просто оставайтесь дома. В 2020-м основные цеха удачинского комбината переоснастят. Там ожидают поступления нового оборудования по программе технического перевооружения. Заменив изношенное, обогатители хотят повысить производительные показатели и оптимизировать технологический процесс. Более подробно смотрите в сюжете далее. Изношенное оборудование заменяется на более новое, надёжное и производительное. В будущем здесь планируют пойти ещё дальше. Автоматически управлять подземной техникой с поверхности. В первом квартале часть оборудования уже поступила в Удачинский горно-обогатительный комбинат. За первый квартал 2020 года было получено следующее оборудование. ПДМ «Джой-4ЛД», лебёдки «ЛМ-10», насосные агрегаты «НБ» и сварочные агрегаты «АЭС-ПДВ». Но это лишь малая часть от общего объёма заявленного оборудования. Ждут новую технику и на Верхнем Унском месторождении. Туда по плану технического перевооружения отправится экскаватор «Липхер». Задействуют его на погрузке горной массы в автопоезда и белазы. Также его будут использовать во время проведения противопаводковых мероприятий на самом месторождении. Управлять новой техникой будут опытные специалисты. Обучение, да, конечно, предусматривается на всё вводимое оборудование. Если оно даже отличается от старого, да, обучение проходит у нас также в УКК. Специальные курсы проводят, повышение квалификации работников. Вот, допустим, если брать на подземную горную технику, там, да, там обучение всё обязательно должно проходиться. На всё оборудование, которое поступает именно как нового. Особенно большой объём работы придётся нынче на обогатительную фабрику «12». Там будут менять основное оборудование. Уже пятую по счёту мельницу мокрого самоизмельчения, грохоты, насосный парк и рентген-алюминесцентные сепараторы. Новую технику для перевозки людей ждут и в автобазе технологического транспорта номер 3. Поставку оборудования ожидаем как с территории Российской Федерации, так и из-за границы. Но, как правило, при формировании технических заданий мы ориентируемся на отечественного производителя для импортозамещения, но не в ущерб техническим характеристикам оборудования. Обогатители уверены, всё это позволит увеличить плановые показатели по добыче, продолжить соблюдать требования промышленной безопасности, оптимизировать и повысить производительность. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». На месте происшествия работали 18 спасателей и 3 единицы техники – полицейские, медики, а также энергетики «Якутск Энерго». Также в Айхале за последние сутки произошло два пожара. Там горел автомобиль и жилой дом по улице Попугаевой. На момент пожара дом был расселён. Он определён под снос. Обошлось без жертв. Причины пожара во всех случаях устанавливаются. А вот по факту гибели трёх человек при пожаре, случившемся 10 апреля в Мирном, возбуждено уголовное дело. Напомним, тогда в огне погибли две женщины и мужчина. Ещё один пострадавший поступил в реанимацию. О состоянии его здоровья на сегодня не сообщается. В следственном комитете рассказали о случившемся. Следователями в ходе осмотра места происшествия проведены необходимые первоначальные проверочные мероприятия, изъяты вещества и предметы, которые помогут восстановить обстоятельства случившегося. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела о причинении смерти по неосторожности следователи осуществляют весь комплекс мер, направленных на установление причин произошедшего. Проводятся допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и химическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. А между тем, специалисты уже озвучили сроки вскрытия рек в Якутии. Ледоход на Лене должен пересечь границу республики в начале мая. 3-4 числа его ждут в районе поселков Витим и Пеледуй, к 8 мая в Ленске. Но не исключают и более раннюю дату. Сегодня ледоход уже прошел ось КУД. О прогнозах прохождения паводка в Ленском районе расскажет Олеся Васева. Спускаться к реке сейчас строго запрещено. Потом за соблюдением правил безопасности следят сотрудники ГИБДД, ГИМСа и административной комиссии. Ледовая переправа Ленск-Витим-Пеледуй, как и остальные по району, закрыта с 13 апреля. Мы работаем не только на месте по реке Лена, но и работаем с главами, работаем с населением. Практика показывает, что за период март-апрель нашей работы, а сегодня уже с понедельника шестой этап начался работы в данном направлении, и в этом направлении происшествий не произошло. Желающих воспользоваться переправой уже нет. Пугает штраф. Для физических лиц он от 3 до 5 тысяч рублей. Да и невооруженным взглядом видно – рискованно. Вода постепенно выходит на лед. Скрытую опасность представляют малые реки, впадающие в основное русло. Но это не останавливает тех, кто катается по пляжу для развлечения. Мы видим, что у нас речка Мухтвыка наполняется водой. Проезд на пляж уже небезопасен, но тем не менее некоторые люди пытаются туда проехать. Просим воздержаться от этих опасных переездов. Притягивают река Ленчаны во время ледохода, а ждут его в районе через неделю-полторы. Река уже прошла в Усть-Куте. 3-4 мая прогнозируют начало ледохода в поселках Витим и Пеледуй. В Ленске река пойдет к 8 мая, но специалисты не исключают сдвига в более раннюю сторону. Прогноз прохождения паводка в Ленском районе спокойный. Комиссия по чрезвычайным ситуациям района держит связь с республиканским центром. По Ленску, по Ленскому району неблагоприятных явлений, прогнозов вообще не ожидается. Снегозапас в Иркутской области бы хороший. У нас тоже снег, снега достаточно. Уровни льда, толщина льда меньше средних многолетних значений, поэтому никаких опасений по Ленскому, по крайней мере, району не звучало. Оперативная группа, которая будет отслеживать прохождение ледохода на Лене, прибудет в Ленск 26 апреля и пробудет здесь, пока лед не покинет территорию района. На этом все. Новости региона доступны в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграм, ВКонтакте и Ютуб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова